Привет, друзья! А мы продолжаем нашу рубрику байки с психологом. В общем, еще будем кушать. Сегодня что мы едим? Это кадича называется, это из баклажан салат жареный. Это просто помидоры, томат нарезанный. И в духовке запекли куриные ножички и рис и вода. Вот. Сегодня будем наслаждаться вот этим меню. Кто тоже кушает за экраном, приятного аппетита. Погнали! Вот так. Это корейский припабах. Мы едим рис вот так с водой. Вот. В общем, о чем сегодня хотел бы говорить, это о том, насколько нужна вообще людям психологическая помощь. Нужно обращаться к психологам? Не нужно. Кто это такие? Потому что в нашей культуре чаще всего, когда человек говорит, что он пошел к психологу, и ему задают корректный вопрос такой, типа, ты что, псих? На самом деле, и еще есть такой аргумент, он немножко неадекватный, но все же я его произнесу, типа, мы до этого жили без психологов. И, типа, зачем вы нужны? Жили без психологов, жили без врачей, жили без пенициллина, но как-то коротко, а не счастливо. Поэтому новые технологии, есть смартфоны, есть телевизоры, Wi-Fi, всякие игры, PSP, но есть изменения и достижения в области психологии и влияния на людей. Как сделать свою жизнь счастливее? И этим нужно пользоваться. Все равно, что имея смартфон, делать вычисления на калькуляторе, ну, или на счетах, да? То есть, ну, жили же до этого без телефонов, там, без калькуляторов, давайте на счетах все считать будем. Вот. Поэтому мое глубокое убеждение, это то, что психология, в принципе, нужна всем. И это новый вид, ну, как новый, в кавычках, вид услуг, который появился, вот, и стал популярным именно вот в 21 веке, вот последние, там, 5-6 лет психология набирает какие-то темпы развития. И поэтому, конечно же, нужно. Конечно же, нужно обратиться к психологу, когда у тебя есть психологические проблемы. Конечно, тебе нужно обратиться к психиатру, если у тебя другие, более серьезные проблемы. Но, пока возможно решить проблему на уровне психологии, решать ее с психологом. Почему? Потому что кажется, что психолог, типа, ну, он же недолго живет, да, он, бывают психологи молодые, там, еще какие-то. И тебе кажется, что ты мудрее, но нет. Почему? Потому что ты свою жизнь проецируешь через только собственный опыт. А психолог, из-за того, что у него много контактов с людьми, он смотрел много сценариев, что происходит у людей. И давая какие-то определенные рекомендации, он может это как-то скорректировать в ту сторону, куда хочешь ты. И поэтому очень важно, чтобы у тебя был запрос, да, что ты хочешь. Если нет запроса, то ты меня извините, ты пойдешь туда, куда хочет психолог. Либо не ходить к психологу, пока у тебя нет конкретного запроса. Но запрос должен быть. Коучи. Помогают ли коучи? Да, помогают. Нужен коучинг? Очень нужен. Важен? Важен. Но коучинг не работает с психикой, то есть они работают косвенно, а потом они выводят опять туда. И если нужна помощь психолога, его отправляют к психологу. Я изучаю коучинг, знаете, понял одно, что мне подходит провокативный коучинг, то есть я могу провоцировать вопросами человека, загонять его в какой-то вот такой вступор и потом его оттуда выводить. И это мне прям супер дико нравится. Провокативная психология и коучинг, конечно же, подходит не всем. Есть люди, которые работают не из страха, не из чувства какого-то там внутреннего чувства недостаточности, а из любви к себе. Но таких мало, таких процентов три. очень важно научиться что-то делать, пока тебе не больно. Вот это запомните. Пока не больно, совершаешь какие-то действия. Когда уже больно, ты так и так уже зашевелишься, понимаете? То есть не нужно жизнь вынуждать на то, чтобы тебя пинали. Поэтому и психолог, и коуч помогают человеку сдвинуться до того, пока не стало больно. Поэтому любая профессия, помогающая, она нужна. Это как массаж, нужно ходить на массаж? Конечно нужно. Нужно ходить на массаж, пока не нужно, пока не надо было, чтобы не ходить потом к врачу. То есть, ну, такие какие-то вещи. Давайте, а то что-то я разговорился. Это вводная такая тема была. Рис с водой, он без соли, без сахара, без ничего. Баклажанчики. Это мой любимый салат. Особо козак люблю. И, конечно же, томаты. Огонь. Картошечка, как там получилось, посмотрим. Картошечка прям получилась. Да. Ножечку. А моя мама готовит курочку, а у курочки такая шкурочка. Просто огонь. Подождите, я еще подрасту, готовить начну здесь. Будем трындеть и готовить. Ммм. Капец голодный. Так в общем, мое мнение в том, что человек, если хочет достичь каких-то результатов в определенной области, должен найти человека, который уже достиг каких-то результатов. Пойти у него спросить, как и все. Не нужно самому ничего выдумывать. Новым контентом никого не удивить. Сегодня 21 век, все все знают, да? Лезут в этот гугл. И сейчас родителям очень сложно конкурировать с гуглом. В том плане, что раньше дети спрашивали, папа, а как вот это? Сегодня тебя никто ни о чем не спрашивает. Сегодня, если у ребенка есть вопрос, он лезет в гугл. И таким образом теряется вот эта как бы связь поколений. Но если ты не можешь найти общий язык с ребенком, да? А ребенок сильно увлекается какими-то играми компьютерными, сядь и поиграй с ним. создай новый аккаунт свой и залезь и начни там с ним драться, и ему помогать. Через игру ты с ним познакомишься. Не осуждай его. Тогда он будет делиться. Сейчас мамашем такую штуку скажу, прикольную. если ты хочешь знать все о своем ребенке, ничего ему не запрещай. Как только ты начинаешь запрещать детям что-то говорить, еще что-то, они начинают врать. ты не знаешь ничего. На самом деле это не только дети, это и взрослые. Как только нам что-то нельзя, мы начинаем это скрывать. Нельзя с друзьями пить пиво, он будет говорить, что он пошел на работу. Поэтому запреты ничего не решают, решают выбор. С человеком можно договариваться. Огонь! Так вот, у меня был в жизни такой случай, это первый раз я когда понял, что нужен специалист. Я вам скажу, то есть моя жаба, я, ну не я, у меня есть брат двоюродный, он говорит, приглашаю тебя покататься на лыжах в горы. Поедем. Я говорю, давай огонь! На лыжах я нифига ездить тогда не умел. Ну и до сих пор не умею, ничего не изменилось. И мы едем с ним арендовать эти лыжи с ботинками. При этом я поехал в джинсах, представляете, кто катался на лыжах, тот понимает, какой идиот. у меня тупо не было и пикировки. А в джинсах, в обычной куртке привезли меня в горы. Тогда я несколько был стеснен средствах, несколько этого вообще не было денег тогда. и он мне оплатил как бы эту поездку все. И я же первый раз платить за этот жалко как бы за инструктора. я поднялся в горы, встал на лыжах и и прямо эти люди, которые наблюдали за мной, они говорят мы думали ты уедешь в Толгар. Я просто с Табагана я еще по своей дурости мимо сетки знаете, ее обогнул как-то. Я вот прямо и вот в сугроб просто у меня не было выбора я просто прыгнул в сторону в сугроб и меня это остановило. Потом я лыжи эти собрал думаю пойду все равно инструктору ну как бы и денег нет и думаю надо как-то что-то с этим делать поднялся еще выше туда же и смотрю там инструктор объясняет как надо кататься и он объясняет что надо вот серпантином вот так да я думал окей я опять с горочки фигач я уже серпантином пошел пошел и в какой-то момент набирается скорость она выше и выше у меня уже дурею я думаю надо тормозить короче потому что скорость набралась выше чем первый раз а я до этого у меня был опыт катания на коньках я знаю что на коньках надо на кант поставить как будто тормозишь я лыжи ставлю на кант скорость спадает я думаю классно работает но я еще куда-то еду думаю надо еще раз я еще раз лыжи на кант я остановился полностью я поднимаю глаза и склон вот там вот вверху представляете я начинаю движение задом короче у меня ничего другого не оставалось как просто прыгнуть в сторону у меня ноги вот так лыжня одна в одну сторону вторая лыжа в другую сторону и короче я это все собрал думаю господи как я еще живой до сих пор но не издается наш гордый варяг я беру эти лыжи и опять в гору поднимаюсь в гору это все с маленькой горы это с учебной это не думайте что куда-то там залез поднимаюсь думаю у меня уже почти получилось я понял что два раза на кант ставить нельзя то есть нужно просто потом развернуть это я потом узнал что нужно вот так тормозить лыжами на всякий случай когда лыжу так ставишь как бы тормозишь а это я все вот на такой лыжне я не умею как бы и теперь я опять и у меня серпантин и уже такой длинный я уже скорость контролирую и туда-сюда я думаю в конце в моих планах вот в эту сетку которая перегорождает и я лечу в эту сетку но на моем пути какая-то девочка тренер тащит какого-то пожилого мужика иностранца да этот он вот так держит палку выставил она его вот так тащит вдоль склона представляете и она его тащит в ту точку где должен приземлиться я а я же поворачивать не умею да я как летел так и лечу главное она что-то там задумалась смотрит в другую сторону это же ну как обычно поперек едет и не смотрит по сторонам да мужик этот смотрит на меня у нас прям этот контакт глаз я ставлю лыжи лыжи вот так на кант и вот просто из-под меня летит снег на него что вы думаете я становился в 40 сантиметров от его ботинок да то есть я вот так стоял и вот так и упал смотря ему в глаза а глаза его были видны он был как снеговик весь и из него просто глазки у него так хлопает эта девочка смотрит на меня я лежу этот снеговик ничего не поймет и она его просто тащила вот и в тот момент я понял что хватит кататься хватит экспериментов что я могу я вообще думал я его проткнул насквозь своими лыжами и думаю больше я так экспериментировать не буду в следующий раз когда я пойду я возьму тренера но я не взял тренера потому что я туда больше ни разу не залез понимаете вот насколько специалист важен в первый раз да то есть когда ты что-то начинаешь делать возьми специалиста который тебе поможет человека который знает что делать хочешь открыть бизнес иди на бизнес курсы возьми бизнес наставничество у человека который уже это делал не нужно учиться на собственных ошибках вот зачем это нужно научись у того человека который уже это может вот и все там есть еще такая мулька что Фрейд умер в одиночестве там этот Карл Юн еще повесился короче психолог обычный человек коуч обычный человек такой же как и ты просто он знает как корректировать и помогать людям имеет ли право он не справиться с собственными проблемами имеет но в отличие от других людей он идет сразу к специалисту нормальный психолог он берет супервизии да то есть он идет коллегам чтобы получить обратную связь что с его психикой все хорошо обычные люди этого не делают и вот эта самая распространенная шутка моему психологу нужен психолог не переживайте у твоего психолога если он нормальный психолог есть психолог и супервизии вот эти они важны я корректирую ну хожу к учителю хожу к ученикам хожу к другим каким-то специалистам по психологии когда мне надо раз в квартал потому что я работаю с чужими болями проблемами и волей-неволей ты начинаешь какие-то моменты сопровождать ну соперевать очень выхлажданно поэтому ну так детей детскому психологу что надо надо обязательно я своих вожу потому что ты как родитель можешь что-то упустить почему своих детей я не работаю сам зададут вопрос некоторые люди потому что со своими людьми не работать нельзя у тебя есть двойной эффект ты одна из участвующих сторон не быть корректным ты не сможешь потому что ты заинтересованная сторона поэтому ребенок нужен психолог даже если папа психолог или мама по-любому сейчас все еще сносятся с психосоматикой когда я это начинал про это говорить все говорили что я сумасшедший сегодня с каждого утюга все говорят про психосоматику насколько это работает что все зависит от настроя психики от настроя психики зависит твоя счастливая жизнь от настроя зависит твое благосостояние даже финансовое да то есть есть психология денег даже поэтому очень важно проходить раньше я гонялся за людьми которые достигаторы в основном их слушал наблюдал потом в какой-то момент я понял что я хочу быть здоровым помимо того что я хочу быть богатым я еще хочу быть здоровым а богатые люди не все здоровые потом я понял что я хочу долголетия я стал прислушиваться к мужчинам которым 80-70 лет понимаете этим самым мне Некрасов очень откликается потому что ему самому уже за 70 он родил ребенка недавно и он видно что человек здоровый поэтому ищите себе путеводителя такого кем бы ты хотел стать и тогда ты по временем этим станешь вот и все и самое интересное мне нравится как меняются учителя или вот кого вы можете слушать да сначала ты раз слушаешь ну что вот это заходит потом слушаешь через два года не заходит тебе уже интересы другие но я вот на тренинге которые хожу я все применяю я внедряю прям в свою жизнь потому что иначе какой смысл пройти тренинге и ничего не внедрить нету никакого поэтому все что вы платите все что вы ходите на тренинге все что вам говорят сделать сделайте даже если вам кажется что это бред полный это мне всегда знаете интересно когда пишут а как можно самостоятельно проработать эмоциональные блоки если честно можно но тяжело и все нам придется потратить на кого-то тренера эмоциональные блоки можно высвободить самостоятельно спортом но ты себя должен убить там то есть если ты бегом это будешь выгонять спортом блоки то тебе нужно будет второе второе дыхание это не первый раз когда хорошо стало а вот второй раз когда хорошо в этот момент что-то выходит правда еще самостоятельно можно медитировать самостоятельно можно заниматься йогой тоже какие-то блоки выходит самостоятельно можно плавать то есть в любом случае что-то нужно делать письмо прощения помогают вот и конечно это все не сравнится со мной когда если вы ко мне на сессию придете я хотел бы так верить надеюсь на это но если совсем никак спорт медитация йога даже ты можешь улыбаться по 10 минут в день попробуй и посмотри насколько тебя это перезагрузит насколько тебе будет лучше прямо нечто все наедаю слышится курыша вообще я хочу как-нибудь знаете этот рамен сварить я его не часто ем но я посмотрел там в ютубе один кореец короче готовит рамен он сахалинский что ли он на русском разговаривает вот русский кореец короче и он показал ген рецепт я сделал вот просто он с кимом сыром с яйцом короче он это все так как-нибудь покажу очень вкусно вот так что думаю на этом все к чему мы пришли единственный вывод это то что помощь специалиста она необходима людям любой профессии любого благосостояния но важно найти учителя или путеводитель ментора коуча психолога такого каким ты хочешь стать то есть бизнес бизнес счастье счастье семья семья то есть все так и все поэтому всем большое спасибо пока пока это кам сам хамнида пьем давай пьем пьем